Короче говоря, платные игры для айфон бесплатно. Это был Мандэй, как писал мой айфон, потому что в этом году я должен сдать ЕГЭ по английскому, ведь перестановка телефона на другой язык должна хорошо подготовить меня к экзамену. Чётко. В этот день я специально не пошёл в школу и активно готовился, залипая в айфон. Позалипал вконтакте, в инстаграме, на ютубе. Стало скучно. Решил зайти в App Store и скачать какую-нибудь игру. Зашёл, но пока только на кухню. Заварил чай, взял завтрак, вернулся в комнату и открыл App Store. Открыл раздел с играми, расстроился. Большинство крутых и новых игр оказались платными. Ещё сильнее приуныл от осознания действительности. Но тут же вспомнил, что айфон это не андроид, а андроид это не айфон. Ну да, логично. Начал искать способы скачивания платных игр и приложений на ios абсолютно бесплатно. Ого, сколько их здесь. Пожалуй, попробую все четыре. Первое приложение носило название TutuApp. Интересно, почему на иконке программы за место паровозика была изображена странная фигура белого цвета, похожая на зайца. Я удивился. Но удивился ещё больше, когда белая фигура зайца не дала выполнить вход в приложение. Но мой айфон сказал, что сам не пускает меня в программу, так как она от ненадёжного разработчика. Я решил загуглить. Чтобы загуглить, я открыл гугл, после чего я спокойно загуглил в гугле, что делать, если айфон не даёт зайти в программу с белой фигурой кролика. На форуме для одиноких пользователей ios советовали зайти в настройки, основные, пункт профили, выбрать только что появившийся профиль и кликнуть доверять. Это действительно помогло и не только это, но и следующие программы впускали меня без предупреждения. Неловко получилось. Туту Эпп предлагала скачать множество популярных платных игр и приложений на мой айфон забесплатно. О, скачаю-ка Майнкрафт. Также здесь можно было найти удалённые из App Store программы и игры. Чётко. Второй магазин назывался Эпп Иван. Отсюда можно было загрузить не только платные игры и приложения бесплатно, но и программы с дополнениями и улучшениями, как Танчики или Клэш оф Клэнс. Чтобы сервис работал стабильнее, вам предложат установить профиль VPN. Так приложения будут скачиваться намного быстрее. Но это при условии, если у вас всё хорошо с самовнушением. В отличие от предыдущей программы, здесь можно фильтровать топы приложений по странам и регионам. Подобного я ещё не встречал. Чётко. Я решил попробовать установить вообще незнакомый магазин с играми и приложениями, который мне, мягко говоря, устанавливать никто не советовал. Даже сами создатели магазина. Но от одного раза точно ничего не будет. После установки мой телефон резко выключился и перестал подавать признаки жизни. Я подождал одну минуту, десять минут, пятнадцать минут. Телефон не включался. Тогда я попробовал промыть телефон под водой, вытереть полотенцем, тщательно высушить феном. Не годится. Я приготовил ему любимую стрипню, прочитал перед сном сказку, но мой айфон всё равно не хотел включаться. Наверное, это из-за сказки. Тогда я решил прибегнуть к экстренным мерам и восстановить свой айфон. В iTunes всё было очень сложно, а другие программы были платными. Однако я вспомнил, что недавно устанавливал какую-то новую утилиту на свой не совсем новый макбук. Этим приложением оказалось Rayboot. Я почитал о нём поподробнее. На сайте было сказано, что программа может исправить более 50 с лишним багов и ошибок, связанных с неисправной работой iOS на айфон или iPad. Программа была полностью бесплатной, а управление максимально простым. Как было сказано в инструкции, я нажал на одну большую кнопку и мой айфон пришёл в чувство. Чётко! Но даже это не остановило меня от скачивания платных приложений за бесплатные и дальше. Для установки третьего магазина с приложениями и не только с приложениями, вам нужно установить специальный профиль конфигурации в настройках. Хорошо, что в отличие от остальных сервисов, Твик Апбокс является проверенным, о чём говорит зелёной стрелочке. Тфу, блин. В смысле, галочка. Твик Апбокс имеет множество интересных приложений. Отсюда вы можете скачать не только платное за бесплатное, но и бесплатное за платное. Что-то я перепутал. Инстаграм плюс-плюс, Ютюб плюс-плюс, взломанные игры с внутриигровыми покупками, Джейлбрейк, приложение без джейлбрейка, твики для вашего айфон и многое другое. Последний сервис мне понравился больше всего. Однако для полноценного его использования нужна регистрация на сайте, ссылка на которую есть в описании под видео. iOS Guts имеет множество неоспоримых преимуществ. В отличие от других сервисов, здесь приложения работают стабильнее всего. Обширная библиотека хакнутых игр и программ, которые пополняются каждый месяц. Правда, внутри приложений есть немного рекламы. Но это не так страшно. Теперь я точно провёл свой день с пользой. Скачал абсолютно все нужные мне платные приложения абсолютно бесплатно. Кроме одного. Приложение вышло совсем недавно, поэтому скачать его бесплатно не вышло, а стоило оно 15 рублей. Короче говоря, я скачал платные игры и приложения для iPhone бесплатно. Привет! Как вам новый формат видео? Я планирую снимать больше подобных роликов на канале в формате, короче говоря, через призму Apple и других гаджетов. Пишите своё мнение в комментариях и не забывайте про лайк и подписку на канал. А также обязательно скачивайте программу RayBoot по ссылке в описании. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok